Давайте вернёмся, попробуем вернуться героям. Попробуем, потому что третья компания, в частности, вот эта вот третья миссия, она, конечно, меня очень, прям очень расстроила. Она долгая, однообразная. Э, стой, как так? Подожди. Подожди, то есть я решил... Ну ладно. Ай, зачем? Блин, одного цвета нам понравилось. Короче, сейчас вспомню. Нам для того, чтобы здесь пройти, нужны драконьи латы. Пройти сможет только Салимр, Салмир вообще-то, мы выяснили, если у него есть драконьи латы. Драконьих лат у нас нет? Журнал задания. Пройти может только Салимр, если у него есть драконьи латы. По сути, нам только сюда и нужно добраться. То есть в... Вот сюда, к этим костям драконим. А кости дракона нам нужны для того, чтобы делать големов, вот этих вот драконей, которые специальные гномы, которые особенно глубоко находятся под землёй. А, есть ещё подозрение, что оракула не просто так здесь. И раскроет место, где залит клад. Как она раскроет, тоже непонятно. Мы собрали четырёх оракулов из шести. Один находится здесь. Я его скипнул, пропустил, потому что... Потому что там был хороший гарнизон. А где ещё один может быть? Может быть, кстати, оракул. Я не рассматривал этот вариант. Так, то есть мы проверяем несколько гипотез. Первое, это какой-нибудь струб, который просто содержит этот артефакт. Но это маловероятно. Вторая гипотеза, это... Соответственно... Может, наверх пройти можно? И мы открываем... Вообще, это последний оракул. Но я один не забрал до этого. То есть, но по логике... Баначи один. Еееееее... А, хорошо. Но не факт, что мне как раз этот оракул-то и нужен. Да ладно! Да, и там, скорее всего, доспехи валяются. Правильное предположение. Но странно, что именно этот оракул выглядел абсолютно по-другому. То есть, обычно в классических героях всегда, начиная с Кингс Баунти, даже первого восемьдесят девятого года. Тысяча девятьсот восемьдесят девятого. Карта открывалась. Там тоже, помните, была карта, только она открывалась, когда ты вот этих вот злодеев из замков изгонял. Рекомендую посмотреть запись трансляции на ютубчике старой игры, которая стала прародителем всей серии героев. Вот. Даже там открывалась... Постепенно. И ты, в принципе, по двум-трем точкам уже... Особенно, если играл в Кингс Баунти первый. Уже знал, на каком это континенте. Вот. Мог сказать... А здесь, видимо, для того, чтобы... Не было обуза. Так, кажется, здесь, да? Дай копать. Да, драконий лад. Причем, выглядит как в третьих героях, насколько я помню. Несмотря на то, что эти доспехи из чешуи дракона были только что найдены в снегу, они теплые на ощупь. Они могут оказаться полезными в борьбе с черными драконами. 25 защита. Устойчивость к огню. Все, и наконец мы подходим. Вот. Вот. Хотя я и не мог их увидеть. Я почувствовал, что злые души черных драконов, умерших здесь, вьются вокруг и пролетают сквозь меня. Почтенное ли это занятие грабить могилы? Увы, у меня не было выбора. Ой, там дюжины. Да, нормально. Главный герой не убили. Так, игрок цвет сизы и уходит из мира. Все. Так, разбить старого короля Дрегара у нас задача. Не теряем Салмира. Салмир переходит на следующую карту. Сохрани, бла-бла-бла-бла, двадцатый уровень. Господи. Хотя я прожил рядом с ними уже пару месяцев, я по-прежнему знаю о красных гномах не больше, чем в тот день, когда я впервые их встретил. Когда разговор заходит о них самих, они весьма неразговорчивы. Вообще, если... Вообще, они, если не работают, то пьют и дерутся. О, это про наших всех на Гугеме. Бунт начался сразу после того, как мы создали пятидесятого голема-дракона. У моего господина была армия, способная завоевать мир, но он, как обычно, хотел стопроцентной гарантии. К несчастью, какая-то ссора между их вождем, Келлоксом и другим красным гномом переросла в настоящее восстание. Вместо того, чтобы бить друг друга кулаками и бутылками, как раньше, озверевшие гномы вскочили на своих големов-драконов и начали биться, заодно разрушив половину замка. Мы с Магнусом сумели усмирить большую часть гномов, прежде чем они разрушили все, но результат их междоусобицы вполне можно было назвать катастрофой. Красные гномы были выдворены в тюрьму под надежную охрану, надежную охрану, а Келлокса нашли убитым под обломками того, что когда-то было его големом-драконом. Когда мы его нашли, Магнус плюнул на землю и сказал, «Пф, вот что бывает, если свяжешься с всякой мразью, если они есть повсюду, такие как он, они как муравьи в гниющем дереве, с этим надо что-то делать». Сказав это, мой господин заперся в библиотеке, где остается и сейчас. Он изучает каждую книгу в своей огромной коллекции от корки до корки. Он не принимает посетителей и не позволяет прерывать себя. «Полностью возложив на меня наблюдение за ремонтными работами и попытки восстановить фабрику големов-драконов». Хотя теперь у нас нет чертежей красных гномов. Так, что у нас есть? У нас есть, откуда ни возьмись, 12 копейщиков, 3 джина, 10 никому не нужных абсолютно гномов и главный герой. Карта очень небольшая, но мы помним, как небольшие карты могут, как первая карта в этой компании орков, просто на 9 часов. И все. Так что чую, что здесь все непросто. А может быть и наверх на водопой, потому что корыто... Опа! Наконец настал день, когда мой господин вышел из своих комнат и приказал мне отправиться на север, в эти заснеженные земли. «Кристалл радуги», — сказал он. «Он нужен мне немедленно, Салмир». «Но что это такое, господин?» «У меня нет времени объяснять. Его нашли некие путешественники, когда исследовали эти необжитые земли. Я сумел нанять единственного из них, кто сумел, 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 кто так переводит, выжить и будет твоим проводником. Он встретит тебя, когда ты прибудешь на место», — объяснил Гевин Магнус. «Это очень странно, мой господин», — сказал я. Гевин всегда доверял мне в прошлом. «Зачем тогда эти секреты?» «Я набрал для тебя войско». «Я видел это войско. Сейчас мы пока раз...» «Сейчас, пока мы разговариваем, они готовятся к походу. По моим расчетам, вы должны выступить прямо сейчас, чтобы вовремя встретиться с проводником», — приказал Магнус и ушел, не сказав больше ни слова. «И вот я здесь, в этой негостеприимной, необитаемой земле, в ожидании встречи с этим таинственным проводником». Ладно, давай сначала сюда. Э! Там 24 мага, вы че, ребята? Вы че? Какие 24 мага? Ладно, уже 12. Так, давай-ка, песнь мира на мага, в первую очередь. И песнь мира на халплингов. Они больше всего меня беспокоят. О, маг воскресел скелет. Им Юрьича застала. По идее, через Берса выход прямой. Ну, через подстрешного, через Берса, через Бойко. Мы лично никогда не общались. Сегодня утром двое охранников ввели в мою палатку худого, нервного человека. Одежда незнакомца, слишком широкая для его тощего тела, висела на нем мешком. Зато такое количество ткани прекрасно сохраняло тепло. «Он говорит, что искал вас», — сказал охранник. «Может ли это быть мой проводник?» Рассмотрев его поближе, я заметил, что кожа незнакомца кажется обветренной, как будто он большую часть своей жизни провел вне дома. Но он не производит впечатлений человека, который достаточно силен для того, чтобы прожить хотя бы неделю в дикой местности. «Я ищу джина по имени Салмир», — сказал тощий человек. «Ты нашел его! Я Салмир Ибн Вали Барат, а ты — Холман». Итак, Холман, мой господин сказал, что ты можешь отвезти меня к Кристаллу Радуги. Извини меня за спешку, но мы должны выступать немедленно. «Мой господин торопится», — сказал я. «С этим возникла проблема. Я уже побывал там и видел, что путь перекрыт». «Перекрыт?» «Видите ли, этот гигантский кристалл лежит глубоко под землей, и кто-то замуровал единственный вход в те древние туннели. Возможно, это сделал Дрэгар, король нежити». «Вы уверены, что он перекрыт?» — спросил я. «Он замурован и довольно хорошо. Никому не пробраться через него, так что вы с тем же успехом можете расплатиться со мной сейчас и вернуться к своему господину». «Э-э-э, не-не-не-не-не-не». «Я оглянулся вокруг, посмотрел на эту дикую землю, представляя реакцию моего господина, если я вернусь с рассказом о том, что радужный кристалл нельзя достать. Он не обрадуется, и в его нынешнем состоянии от него трудно ожидать нормальной реакции». «Должен быть другой путь к кристаллу, к радужному», — громко сказал я. «Я не уйду без него». «Я сделал шаг вперед и положил руку на плечо...» «Да ездишь! Первая рука за стрим! Ребята!» «Я сделал шаг вперед и положил руку на плечо Холлмана». «Мы только что с ним познакомились, но как бы, вы понимаете, улыбнувшись ему самой широкой своей улыбкой». «Очаровательно!» «Входи!» — говорит она жестом, приглашая вас в дом. «Чайник уже закипает, я испекла печенье, твое любимое, лимонное. Ой-ой!» «Ну как вы узнали, что я люблю лимонные печенья?» — спрашиваете вы, ступая через порог. «Я прорицательница, дурачок! Садись, ешь! Нам надо о многом поговорить». Прежде чем снова обратиться к прорицательнице, вы успеваете проглотить не меньше дюжины лучших на свете лимонных печеней. «Вы сказали, нам надо поговорить?» «Да, ты об этом еще не знаешь, но чтобы найти то, что ты ищешь, ты должен посетить красный шатер «Стража границ». «Я хорошо знакома со стражем». «О-о-о-о!» «К сожалению, ему приходится очень часто переезжать с места на место, именно поэтому он живет в походном шатре». «И как же мне его найти?» Смукс говорит, «Вот не надо демагогию разводить». «На главной видно часто заголовок капсом и СМР». То есть ты не смотришь? Хорошо, ладно. Ну смотри, я не уверен, что у нас сохраняются данные о том, кто что смотрит, Но Я все же к тому, что Ты только тричь поносил, но на ГГ это не контролируется Так это и вряд ли будет контролировать Ну я не говорю, что у нас Девушки с джакузи мы будем мотивировать Чтобы этого контента было больше Мне кажется, у нас это запрещено Если они в топе Значит их смотрит Михаил, ну вы же директор Да, надо морально воспитывать людей Нормально Смукус, ну если серьезно Во-первых, то, что Бикини и прочее на ГГ Кажется, не разрешается Ну, по крайней мере Я не уверен, но надо посмотреть, что у нас там по модераторам Во-вторых Я Не говорю, что нужно контролировать контент Я говорю, что Есть такой спрос на контент И Ну, на Твиче, по крайней мере И там его много И Я не к тому, что на ГГ этого нет Или там это плохо Я просто удивился тому, что Что это в таких масштабах Вот и все То есть я Че ты от меня хочешь, короче? Че ты хочешь? Так Я скажу, где он остановился сейчас Но за это ты окажешь мне небольшую услугу Договорились? Конечно Если вы разрешите мне взять с собой немного лимонного печенья Отвечаете вы Складывая свое бесподобное печенье в большой пакет Прорицательно говорит вам, что не так далеко Некая группа Гарпий украла у нее колпак знаний Если вы сумеете вернуть его Прорицательно скажет Где страж разбил свой шатер Хорошая армия Да как? Подожди Когда мы с Холманом садились обедать Проводник выднул из складок своей мешковатой одежды Потрепанную книгу И вручил ее мне Я забрал скелета солдата Это дневник моего напарника Сказал Холман Вашего напарника? И я перелеснул исписанные пером страницы Ааа Что? Его звали Базиласт Волшебник Все что он делал он записывал в своих маленьких книжках Он думал что когда нибудь станет знаменитым И все захотят прочесть его записки Да, но он ошибался А в них есть что нибудь интересное? Спросил я Холман поежился и ответил Не знаю В жизни Базиласт был скучен до смерти Не представляю каковы должны были быть его писания Окончив обед Холман вернулся в свою палатку А я зажег свечу Чтобы почитать записки Базиласта У нас сегодня с вами еще Базиласт ждет Готовьтесь Мне не понадобилось много времени Чтобы понять что мой проводник не преувеличивал И смотрите кони просто на перерез побежали ко мне Гады Собция магов захватить Но я сомневаюсь что они мне нужны Да, мы хотим пройти Вот она Вон кипарик Колпак знаний Герой получает 5 единиц магической энергии Восстанавливает каждый день Десятки Десятки гарпий Звучит неприятно Ну гарпии они вообще такие паскудные Довольно быстрые Стреляют Тридцать Сколько у них там хп? Двадцать четыре Изи Не надо было делать слоу Надо было сразу делать песни мира на двоих Два стака вырубаешь Два вытанковываешь Так, дюжины гарпий Да нафиг вы мне нужны Сразу имбу устроим Посреди дороги вы заметили магическую корону Когда вы спешились Из укрытия выпрыгнул Худощавый человек Он сорвал с себя колпак знаний И быстро натянул корону Натянуть корону Интересное сочетание Наконец-то я избавился от этого дурацкого колпака Крикнул он Швырнув его в вашу сторону Ииии Так же стремительно скрылся в чаще леса Колпак знаний Едва вы поднимаете руку Чтобы постучать Как дверь распахивается И на пороге появляется пожилая женщина Ее лицо озаряет Эй Так я же был Это уже читал Пока вы жадно хрустите печеньем Прорицательница Внимательно рассматривает колпак Она хмурится Заметив Что в одном месте Коготь гарпии Прорвал тонкую ткань Немного поработать Ниткой и иголкой И все будет как новенький Говорит она Надевая колпак А что касается Красного шатра То мне удалось узнать следующее Ты найдешь его Когда будешь готов Эй Говорит она загадочно И когда это случится Думаю скоро Не волнуйся Все образуется Вот возьми лучше лимонного печенья Здесь много Ты сможешь поделиться Со своими солдатами Хорошо? Конечно Спасибо Не успев покинуть дом Прорицательницы Вы уже думаете о том Как бы припрятать мешок А мешок в хорошее место Чтобы никто о нем не узнал И съесть все одному И что это было? То есть по факту я Сбегал в противоположную часть карты Для того чтобы взять артефакт Который отдал Человеку За информацию Никакую Так что здесь? Задание Входя в эту маленькую хижину Вы ожидаете приветствия Теплого очага Но огня в нем нет Неудивительно что два гнома Которые здесь обитают Закутаны по самой брови Вы не замерзли? Здесь холоднее чем снаружи Говорите вы Один из них задирает Свои большие ступни На столик для кофе Никакого огня рядом с этим Гном оказывает На неприметную бочку Задвинутую в угол Что это? Спрашиваете вы Особый состав Наши собственные изобретения С ней За ним ты и пришел Разве не так? А к нам только за этим и приходят Ага Говорит царой гном Что для тебя взорвать Он еще говорит Верно говорит Первые Мы можем взорвать что угодно Стены, здания Все что хочешь Все что мы хотим За это 6500 монет И 20 мер ртути Деньги есть Ртути нет Давайте проверим Один из братьев саперов Считает золото А пока второй Пока второй меряет ртуть Убедившись Что все в порядке Они пожимают вам руку Договорились Говорит первый брат Стены не будет раньше Чем ты туда А чем ты туда доехать успеешь Вот Короче Увидимся с вами завтра Завтра Не знаю во сколько Либо в 6 Либо в 9 Как-то так Я пойду отдыхать С вашего позволения Так что давайте Спасибо что заходили Спасибо что смотрели До скорой встречи Пойду отдыхать Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok